13.04 на часах в эфире особое мнение в студии Дарьи Топузвейла и мой гость, генеральный директор и главный редактор телеканала РН Киров Юрий Шлемензон. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день, у меня уже 13.05, как обычно я произнесу свою фразу. Все сказанное мной в эфире является моим оценочным суждением. О нас можно услышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. Номер для ваших смс 8909-740-20-101.0. Вопросы вы также можете успеть и задать через форму анонсов на нашем сайте echokirova.ru. Мы начнем, наверное, с самой обсуждаемой темы последних двух дней. Никита Белых наложил вето на закон по налогу на имущество организации. Документ предполагал сохранить пониженные ставки на имущество только для тех частных инвесторов, кто занят в обрабатывающем производстве. На пленарном заседании за него голосовали дважды. Первый раз инициатива Дмитрия Русских не прошла. После перерыва он заметил, что в итоговом протоколе есть какие-то неточности, неучтенный ряд голосов. Ну да, его в том числе. Да, и со второго раза депутаты все же приняли законопроект. Такое какое-то чудо-чудное, диво-дивное произошло. Ну, потом тут же практически на следующий день стало известно, что Никита Белых наложил вето. Вот эта ситуация, как ее вообще можно расценить? То, что депутаты дважды голосовали за этот законопроект, и со второго раза он прошел, это какие-то непонимания или что-то? Ну, такое бывает. Я хотел бы посмотреть... Ну, многие уже обсуждали эту тему, да. Я хотел бы ее посмотреть с другой стороны. Я вот готовюсь к вашему эфиру, и знаю, наверняка думал, что будет такой вопрос, посмотрел информацию в наших печатных СМИ. И одно из изданий известных, я не буду его упоминать, люблю коллег ругать, написало. Я приведу вам дословно. По мнению губернатора, принятие закона связано с путаницей при голосовании, а на самом деле большинство депутатов поддерживало позицию правительства, которая выступила против. При обсуждении на комитетах все согласились с логикой правительства, и при голосовании тоже. А потом началось переголосование, при котором многие запутались, а профильных замов не было, так как ранее вопросы не задавались. Пояснил в своем твиттере Никита Белых. Ну, как бы там продолжение идет. Я почему-то решил взять и посмотреть, что же написано в твиттере Никиты Белых. Потому что, понимая, что Никита Юрьевич на самом деле не мог так сказать, что какие-то там депутаты типа дурачки или вообще ничего не понимают, взяли себе, наголосовали, все перепутали. Ну, не в стиле это Никита Юрьевич так говорить о депутатах наших, тем более публично. Сейчас вы к тому, что в твиттере этого нет? Вот в твиттере я этого не нашел. Может, это как-то особым способом удаляется. Но я не очень уверен, на самом деле, сказать, что Никита Юрьевич такого мнения о действиях наших депутатов. Вот на этом бы я практически поставил точку в этом вопросе. Хотя действия Никиты Юрьевича мне на самом деле не очень понятны. Этот закон действовал на территории Кировской области. А потом он был отменен через определенное время. А в июне, если я не ошибаюсь, или в июле 2015 года он был вновь введен. Ну, мы понимаем, что Никита Юрьевич вообще в экономике человек, который разбирается реально. И если он планирует о том, что, будем говорить, потери от недополучения налога влияют на весь баланс и на бюджет. И он на это идет, то есть, наверное, какая-то мотивировка в этом вопросе. И я думаю, что Никита Юрьевич в ближайшее время публично это выскажет. И тогда можно понимать его действия. А на данном этапе я бы на этом поставил точку. Я могу еще свою балансу дать. Чуть-чуть еще не точку, потому что, не знаю, насколько для вас это будет мотивацией. То, что у белых точно было в Твиттере, это то, что в это он наложил по причине назначенного на декабрь комплексного рассмотрения эффективности всех налоговых льгот. Да, это я читал. То есть, а тут можно понимать, что... Ну, мы уже прекрасно понимаем, что если за 30 дней до вступления налогового периода это не опубликовывается в печати, то данный законопроект в силу не вступает. Нет. Нет, ну а возможно ли, что ли, тут все подумали о том, что льгот станет больше, а на самом деле, может, станет меньше. Никита Юрьевич скажет, а нет, вот мы лишим не только этих, но и тех, и тех, и других. Это может произойти только в следующем новом периоде. Насколько я понимаю. Потому что 30 дней пройдет к этому времени. Может, период наступит просто позже. А на Ваш взгляд, вот эти 130 миллионов, о которых вот в данном конкретном законопроекте речь шла, они нужны кому сейчас, бюджету или инвесторам? Они нужны и тем, и другим, конечно. Эта цифра, я не очень уверен именно в этой цифре, на самом деле. Может, она и больше, может, и меньше. Я думаю, что не всегда потери бюджетов, сиюминутные, важны. Может, в перспективе эти льготы могут дать какой-то эффект, который понимает, как экономист Никита Юрьевич. Я не очень глубоко изучал эту тему, поэтому судить о перспективах сохранения налога не берусь. Возможно, тогда Вы глубже изучали другую тему, тоже с пленарного заседания. Депутаты сняли ограничения по продаже алкоголя в воскресенье. То есть изначально, сейчас пока мы еще можем только до пяти вечера купить алкоголь, потом до десяти. И я тут посмотрела, думали, все, с чем это может быть связано. Нашли аналогичные меры в Самаре. Ну, не только в Самаре. Я не знаю, насчет только ли там, но вот в Самаре в парламент выходят с точно такими же поправками, чтобы снять это ограничение. Ну, у нас это всегда идет по цепочке, по всей стране обычно. Действия, связанные с алкоголем, они очень редко являются единичными, как принято в регионе, например, в Чечне. Ну, эффективность и целесообразность вот этих ограничений на самом деле никем не доказана. Мы прекрасно понимаем, что люди, если есть ограничения временные, могут купить впрок. Да, могут приобрести, что еще хуже, контрафактную или продукцию вообще не соответствующим никаким стандартам. О том, что кратковременный результат сокращения продаж существует, да, происходит сокращение преступлений, связанных с алкоголем. Но это все в, так сказать, срочном периоде. В длительном периоде мы получаем рост отравления от суррогатов, отравления спиртосодержащими препаратами. Ага, ну, можно я вот сразу перебью, то есть, если нет статистики о том, что это не помогает? Она есть, на самом деле. А кто ее подводит? У нас все подводит один рост стат и Минздрав. Это не говорит о том, что она не существует. Откуда вы тогда эту статистику знаете? Ну, я этой темой давно интересовался еще, будучи депутатом, и продолжал смотреть материалы по этой теме. Она есть, она есть в открытых источниках, на самом деле, если ее запрашивать правильно. Ага, ну вот ваши коллеги по общественной палате, когда проголосовали, ну, как сказали, Я как раз в комиссии, нет, не так, вы не правы. А как дело было? Там совсем не так. Выступили члены общественной палаты, в своем решении написали, что они против ограничения площадей мест продажи алкоголя. Вот по этой части. Исключительно по тому пункту. Да, именно по пункту разрешения временных сроков, как раз все члены комиссии, которые являются членами экспертной комиссии этой, проголосовали за, а вот против сокращения, не сокращения, а снижения площадей, ну, доступности 8-32, как мы называем в проекте. 8 столов, 32 посадочных местах. Вот мы посчитали, что это есть ограничение, это монополизация услуги. Но с другой стороны, мы понимаем, что меньше столов, это уже, ну, закусочные, ну, пивайки. Неправда, неправда, неправда. У нас есть контролирующие органы, которые не хотят работать. Это дело контролирующих органов. То есть, если они не могут это контролировать, это их проблема? Вот я случайно, не случайно поприсутствовал как раз на комитете областной думы, который нашего законодательства принимал. Так вот, выступающие по этому пункту как раз были лоббисты, понятно, от кого. Не буду их фамилией называть. Они были вообще достаточно, будем сказать, даже если, можно сказать, даже практически агрессивны при своих выступлениях, когда разъясняли свою позицию. А в чем агрессия выражалась? Ну, в форме подачи информации. Ну, присутствуют в этом месте. Мое личное ощущение было, что они в ответ на мое разъяснение позиции общественной палаты выступали достаточно агрессивно. Нет, это все было корректно, конечно, но представители как раз, ну, не буду говорить, что они прямые представители, хотя бы один из прямых представителей, тех, кто реализует алкогольную продукцию и производит. А может это быть как-то увязано со словами Валентины Матвиенко, то, что она озвучила пару недель назад, о том, что падение продаж алкоголя для бюджета уже практически катастрофично? Ну, это мы понимали еще с вербачевского периода, да. Давайте мы приземлимся на территорию Кировской области. Вот на заседание комитета приводилось представителями производящих фирмы и продающих в том числе холдинги о том, что продажи на внутреннем, мы говорим о внутреннем рынке Кировской области. Их продукции сократились на 30%, если я не ошибаюсь, да, на 30%, а нет, да, общий объем сократился производства на 10%, внутренние продажи на 30%. Это говорит о том, что или это неправильная маркетинговая составляющая, ну, как бы не догоняет кое-чего, да, или это говорит о том, что рост продажи контрафактной продукции на территории Кировской области, да, это о том, что нас обыгрывают иногородние игроки, в том числе, ну, я больше склоняюсь, не берусь убеждать, у меня немножко не хватает данных для полного выяснения этого вопроса, о том, что рост контрафакта происходит на территории Кировской области. Ну, это подтверждает действия наших органов полиции о том, что постоянно этот склад какой-то открывает, изымается, да, контрафакты или там нелегальные вообще продукции. Вместе с тем, я понимаю, что и в маркетинге есть тоже проигрыши на внутреннем рынке. То есть продажи за территорию области доросли, как они говорят, а внутренние упали. То есть бюджет Кировской области из-за этого, да, получай, понятно. То есть они не смогли сработать в свете вот этой антиалкогольной компании или что? Ну, не антиалкогольной, я думаю, что здесь идет рост продажи контрафактной продукции, другой, не все идет, легальных продаж, но очень я сомневаюсь, что у нас уровень потребления в области вдруг резко снизился. Ну, на те же 20-30. Ну, Кировская область недавно вошла в список опять самых пьющих регионов. Ну, это такое, знаете, относительное понятие, я вот не очень верю в эту статистику на самом деле. Она вся такая статистика у нас немножко эмпирическая, так говорить, мягко сказать. Но у нас другой ее нет, поэтому приходится на нее ссылаться. Отвлечемся тогда немного от пленарного заседания, но к нему все равно потом еще вернемся. На сайте у нас задали вам вопрос. Юрий Львович, добрый день. Как ваш прогноз на выборы в Госдуму и УЗС на территории региона? Какие партии и кандидаты пройдут? Спасибо. Слушай, сложный вопрос. Если бы я это все знал, я бы, наверное, чем-то другим занимался на самом деле. Я думаю, что практически расклад очень мало поменяется в соотношении мест по партиям. Ну, то, что замедленная Россия и все остальные. Да. Мы очень прекрасно понимаем, что, используя одномандантные округа, одна из ведущих партий, в том числе, набирает количество голосов и создает себе большинство. Но очень много будет зависеть, я так же понимаю, от экономической ситуации в регионе, в том числе, в стране и в регионе. А чем-то вообще будут отличаться сильные результаты, то есть на федеральном и региональном уровне? Ну, вот, осенние выборы по регионам, тоже достаточно большое количество регионов уже, да, ну, практически везде сопо, хотя отдельные регионы выбивались из общей политики, ну, не может быть везде все одинаковое. Я думаю, что Кировская область даст результат, который от нее ожидают. А какой результат там ожидают? Ну, тогда не дожидают, что главная партия должна победить. И возвращаемся тогда назад на пленарное заседание. Доклад зачитал министр ЖКХ Богомолов о том, что из тысячи домов, запланированных к капитальному ремонту в этом году, сдали пока 47. Ну, могу немножко привести цифры по этой теме, не суперспециалист, но то, что я знаю, да. То есть, что-то у вас есть еще, да? Ну, в голове, да, уже есть. Я знаю, что Кировская область является третьей среди областей Российской Федерации по качеству собирания денег. У нас там 78% или 76% зашкаливает. Да, уже за 80%. Уже за 80%. Вот мы стараемся. Ну, то есть, мы же из этого же доклады цифры. Мы должны собрать где-то порядка 780 миллионов рублей, а торговали, как говорят, специалисты 330 всего. Торговали поздно. Да, торговали поздно. Понятно, что... Ну, мне в этом вопросе больше всего, знаете, что нравится? О том, что собранные деньги лежат на депозитах банки, я не знаю, в каком банке. Под 5% на самом деле. Да, под 5%. Ну, есть еще вопросы? Нет, я думаю, что нет. Все понятно. Чтобы понятно было, да, на пленарном заседании тоже у депутатов возник этот вопрос по поводу процентов. Вот смотрите, совсем недавно была встреча представителей ОНФС Владимиром Владимировичем Путиным, да? И там обсуждался вопрос особых экономических зон. Государство вбухало в эти экономические зоны сумасшедшие деньги по регионам. Сделано мизия, но зато все хорошо лежит в банках, и это все работает. То есть, банкам хорошо. И вот мы видим, что такая сложная экономическая ситуация. А Сбербанк впервые получил прибыль в третьем квартале. С чего бы это вдруг? С чего бы это вдруг, да? Работают хорошо, там очень эффективные менеджеры. А сама вот эта цифра 47 домов? Потому что на протяжении всего вот этих полугода мы много раз задавали этот вопрос. Мы посещали, я не входил в эту комиссию, посещали и проверяли качество домов. Но качество там тоже страдает. Ну там, если сказать страдает, это очень мягко. Кроме обычных слов на русском языке, спрашивающих у жителей этих домов, как вам нравится, как сделан ремонт, слышали вот то, что у нас в эфире непозволительно говорить. Ну я думаю, все понимают, как это все делается. Да, мы же законопослушные с вами говорили. Поэтому я не буду повторять здесь. И слышали ото всех. Ну, при этом Богомолов сказал, что, а чего вы ждали? То есть программа работает первый год. И что? И использовала там такую аллегорию, что вот, мол, какая машина без обкатки сразу уходит на дорогу. А если бы это делали для своего личного дома, обкатка тоже такая же была? Я тоже думаю, что было бы все по-другому. Ну то есть, а можно называть эти результаты провальными? Конечно. По-другому я не расцениваю. Это просто оббирание населения. Если бы это давало эффект, мы видели, что что-то происходит, ну да, тяжело собирать, ну, как бы вносить эти немаленькие суммы для семьи, любой. Тогда есть за что страдать. А когда ты понимаешь, что ни о чем. Единственное, что в этом вопросе внесен законопроект в Государственную Думу о том, что людям, которые старше 70 лет, там, будет послабление в этом вопросе. Да, послаблажки-то небольшие. Сбил меня ваш телефон. Да, извиняюсь. Ну, к чести Богомолова, то есть, он не стал там рукавить сильно и сказал, что такая же ситуация, то есть, вот эти вот дома, которые в этом году не отремонтируют, они перейдут на следующий год. И он заявил, что эта ситуация, в принципе, будет сохраняться и в последующие годы. Возможно, не в таких годах. Вот он очень плохо, что он это заявил. Вот это мне очень не нравится. Я думаю, что предпринут какие-то супермеры. А какие меры можно принять, если из тысячи домов 50-х домонтировали? Давайте говорим так. Выкладываются очень огромные лоты, которые не могут потянуть большие... Не справляются с ними проектные организации просто. Нет, проектные, слава богу, у нас сейчас справляются. А проектные, кстати, не справляются. Тяжело, да? Будем говорить о строителях, о ремонтниках. О строителях, да? Если эти будут лоты раздроблены, получается, как большой лот берет огромная организация, нанимает подрядчика, потому что она понимает, что она справиться с этим не может. Контроль за субподрядчиками нарушается. Вот и дальше, и дальше, и дальше. А так как у нас сейчас ограничен въезд, так называемых, гастарбайтеров, тех, этих приходится бестными силами. Сил не хватает. Но при этом была еще мысль, что маленькие лоты будут невыгодны. Кому? Компаниям самим. Вот давайте... Вот я не строитель, поэтому я не знаю. Мне выгоднее покупать большой лот, а не маленький. Понятно, что монополисты все затачивают под себя. Но ведь весь мир на монополистах построен. Большого риска. Уже все равно нехорошо, да? Так не попробуем, чтобы не только эффективные менеджеры, это одно из моих главных матерных слов теперь, занимались этими процессами, доверили малому, микробизнесу, среднему бизнесу заниматься этим вопросом. Таким образом ситуацию можно будет немного поправить. Конечно, мы тогда больше людей... Мы же сами понимаем, что объемы строительства падают, да? По известным экономическим причинам. И они очень хорошо переориентируются на ремонт таких домов. Я думаю, там моржа меньше, наверняка. Но вместе с тем, это трудоустройство, это сохранение кадров, это сохранение вообще самой организации, что практически до этого может дойти. Поэтому, да, это затрудняет чиновникам. Надо сделать не 600 лотов, а 6000 лотов, например. Это же большая нагрузка для низкооплачиваемых наших чиновников. А если... Это же неудобно, то ли 3-х контролей, с 3-мами иметь дело и договариваться с ними, или с 30-ю, или с 300-ми, да? А если замахиваться не на такое количество домов? Ну, то есть вот эта вот 1000 домов в год, она нам зачем? Там же... Есть год дома... Ну, 30, да, программа рассчитывала на 30 лет, нужно уложиться. Да, на 30 лет, ее надо уложиться, а дому оказалось... Сейчас, по-моему, очевидно, что в 30 лет мы уже не уложимся никак. Ну, еще неизвестно вообще, что будет через 30 лет. Вопрос встает уже о том, насколько лет... Нет, давайте вот сейчас есть собранные деньги. Давайте эффективно их потратим. Первое, что сделать, эффективно потратить эти деньги с качественным ремонтом. Не просто замазывание побелкой и покраской стен. И иногда с ремонтом кровли. Ведь капитальный ремонт предусматривает не только замену крыши, то есть замена практически всех коммуникаций нужна произойти. А вы не были ни разу ни на одном из объектов, если не смотрели? Правозловно? Не, не было. Мои коллеги были, я не был. Перейдем тогда с регионального уровня на городской. Владимир Быков заявил, что в каждом районе появится большая многофункциональная спортивная площадка. При этом стоимость каждой составит порядка 5 миллионов рублей. 1 миллион выделит городской бюджет. Остальные деньги собираются изыскивать с помощью наказов избирателей и по проекту поддержки местных инициатив. Не дорого ли для спортивной площадки? Ну, вы знаете, во-первых, я не могу понять, что собой представляет эта площадка. Я презентации такой площадки не видел. Я могу на собственном опыте то, что я делал сам или с помощью коллег. Хоккейная площадка, установленная на стадионе трудовые резервы. А там уже установили, да? Нет, это было еще до того, как начались все работы. Она обошлась с установкой, с покупкой где-то около полумиллиона рублей. Значит, бассейн я устанавливал в парке Аполло, которым пользовались все лето лагеря школьников. Это обошлось где-то в районе 100 тысяч. Ну, и эксплуатационные расходы составили за весь летний период порядка 20-25 тысяч. Потому что ингредиенты надо было менять. Дежурные были. Инструктор присутствовал. Поэтому, если будут такие площадки сделаны, как представляет городская власть, конечно, хорошо. Я понимаю, что это будет объем примерно с хоккейную площадку. Но наверняка там будет сделано покрытие для лета, ну, резидовое покрытие на корте, чтобы можно было играть в футбол. Ну, появится там какое-то количество стальных конструкций для турникетов. Просто мы посмотрели примерно, на сколько стоят эти стальные конструкции. Ну, я думаю, что это... Ну, может, там будет какое-то суперосвещение. Может, будет оттановая дорожка вокруг этого комплекса метров 200-300. Я берусь обсуждать. Вот из тех моих пониманий, ну, можно, наверное, если экономить, там, 2-2,5 миллиона уложиться. Ну, я не знаю, проект этой... Может, это суперсооружение. Да, может, это будет некое покрытие от влаги, навесное покрытие. Может, это какой-то модуль, там, будет мне неизвестный. Я проект не видел, поэтому очень сложно говорить о том, чего не знаешь. Ага, ну, ладно. Я просто вот на собственном опыте представляю, что... Предположим, это будет какая-то... Хорошая... Большая, хорошая площадка, спортивная, оснащенная со всех сторон. Ну, много будет, а она же не одна будет, я так понимаю. Ну, вот изначально вообще разговор шел о том, чтобы сделать такую в каждом микрорайоне. Там же ППМИ еще принимают участие. Да. Вот, но потом, видимо, стало очевидно, что денег-то все равно на все микрорайоны не хватит, поэтому... Ну, у нас есть депутаты, они к выборам готовятся, они помогут. Вот, а реально с помощью ППМИ недостающие средства собрать? То есть, если город на это выделит 1 миллион... Зато есть депутаты, которые могут помочь. Ну, у депутатов там тоже ведь немного денег на наказы. Ну, это вам кто такой? Ну, по 700 тысяч. Личные, а личные средства... Ну, личные... Нет, тут вот речь идет, а наказан именно... Они же собираются выбираться в Думу. Почему? Одним из способов популяризации своей деятельности построить спортивную площадку, и все будут довольны. Я бы поддержал таких депутатов очень даже сильно. Ну, то есть, вы на самом деле думаете, что депутаты начнут собираться там по 3-4 человека, скидываться на спортивные площадки? Да, у нас такие депутаты, которые по дому могут собраться. На самом деле... Тогда будем... Конечно, что может больше собрать. Пройдут правильную информационную работу, депутаты встретятся с населением в дворах, там, на предприятиях, в дворцах, там, не знаю, где-то, в администрациях, разъясняют население. Все поймут, что это очень хорошо, и, наверное, принесут деньги. Я надеюсь, что из депутатов нас кто-нибудь слышит и уже мотает на ус. Да, они уже давно, наверное, мотают. Личные денежки нужно выделить на спортивные площадки. Конечно, это всегда в плюс в работе депутатов. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Для тех, кто только подключился, в эфире особое мнение. В студии Дарьи Татузлиева и мой гость, генеральный директор и главный редактор телеканала «РМ Киров» Юрий Шлеминзон. Мы переходим к следующей теме. Культурный фонд «Яркий город» обратился к правительству с просьбой передать им функции по организации мероприятий событийного туризма. Президент организации Вячеслав Тихонов у себя на странице в Фейсбуке пишет, что заниматься такими мероприятиями, как сказочные игры и стабенский огурец и другими, должны не те, кто делает это два раза в год, то есть, я так понимаю, это имеется в виду правительство, а те организации, кто на этом специализируется. Вот могут ли НКО спасти потенциально интересные проекты, которые, по сути, правительство не получается и грамотно организовать? А почему вы считаете, что это только НКО? Ну, в данном конкретном случае, если это будет выставлено на конкурс, такие работы, ну, я думаю, что вот даже наша организация примет участие в проведении, у нас есть опыт, немалый опыт проведения больших мероприятий, мы собирали на такие мероприятия, там, 20 и более тысяч человек. Ну, а какой своей организации вы сейчас говорите? О телекомпании, например. А у меня другой организации нет, да? Ну, мало ли, может быть, у вас еще какие-то там некоммерческие, коммерческие... Я декларацию сдаю ежегодно, поэтому... Ну, вот Тихон, в частности, упомянул, что Алексей Вершинин, зампред, как раз... Я вот как раз не против... ...разом заявив, что для этого необходимо провести конкурсную инфраструктуру, и как раз с помощью этих конкурсных процессов... Я очень даже соглашусь с Алексеем, что это может быть достаточно эффективно, что не произойдет монополизация отдельных структур на, будем говорить, на рынок оказания услуг, это же тоже услуга, в принципе, да? И, может, благодаря этому заинтересованные лица могут вывести эти мероприятия на более высокий уровень, что привлечет приезд сюда из других регионов, что делается в других регионах. То есть праздники ставятся на таком уровне, что это приносит не только траты государственные на эти мероприятия, а приносит прибыль, в том числе и частные инвесторы. Ну, тогда возникает такой момент, в случае, что вы это правительство не сделало раньше. Ну, я очень затрудняюсь, очень сложно с эффективными менеджерами обсуждать эти вопросы. Они больше всегда знают, как это делается. Ну, вот я думаю, что Алексей Вершинин, здравомышлящий руководитель, вот он увидел в этом другое направление возможности привлечения инвесторов или участников для проведения мероприятий. Может, это кажется намного эффективнее, чем это будут делать чиновники. Ну, а если вот так вот говорить о вкусовщении, то есть вот эти мероприятия, сказочные игры на Вятке, Стабенске, Вятский лапы, действительно из них можно сделать что-то хорошее? Ну, делают же в других регионах те же огурцы, только где можно купить огурец. А вы бывали в других регионах вот на таких мероприятиях? Я их изучал очень подробно в интернете. Ну, потому что я вот тоже вот иногда вот смотрю какие-то мероприятия по фотографиям, кажется, очень интересно. На европейских мероприятиях я был, а вот здесь, к сожалению, ну, кроме того, что в Кировской области проводится, это я все видел, конечно, сам. Ну, я видел там другой подход к проведению, другие затраты совершенно были. Ну, то есть это больше денег? Ну, как вот можно сделать праздник из Стабенского огурца, когда ты не можешь попробовать продукт и купить его практически? Ну, вы, кстати, уже жаловались, что огурцов... Значит, выбрано неправильное время. Его заклад... происходит закладка огурцов в яму, ну, в воду, да, в это время. То есть широкой продажи нет. Значит, его надо проводить какое-то в другое время, да, более благоприятное. Или раньше, или позже. Ну, какая-то есть специфика, наверное, в проведении этого мероприятия. То есть надо подбирать время для проведения правильно. Ну, и вкладываться в мероприятие. Не должно быть таким... Не хочу обменить колхозника, но, знаете, вот такого типа, раньше говорили, колхозно-сельского... Ну, местечкового. Да, местечкового, да, правильно, извиняюсь. Я очень уважительно по колхозникам отношусь, сельских женщин. Они трудяги большие. Ну, нельзя это вот просто спускать на нормазах и делать такие для галочки мероприятия. Халтурой, да, вот. Где главы районов очень внимательно за этим мероприятием, такими вещами смотрят, то получается другой уровень совершенно. Ну, то есть, мне кажется, тут в этой ситуации остается надеяться, что если все же это вынесут на аукционы, найдут подрядчиков для проведения, то тут все равно нужно будет очень тесное взаимодействие с местными властями, чтобы они от этого не закрылись. Конечно, конечно. Они первые, кто должны быть в этом заинтересованы. Потому что произойдет дополнительно... То есть, я считаю, что это надо делать не только на средства, которые по гранту, там, или по аукциону правительство выделяет. А если инвестор, ну, тот участник будет еще свои средства вкладывать, понимая, что он должен в результате получить прибыль, и это верно, должен получить прибыль. А если мы будем говорить, что это такой событийный туризм опять, непонятно для кого сделанный, получим то, что мы имеем. Надо выводить совершенно на другой уровень. Тут я с Тихоновым согласен, что уровень мероприятия должен быть другого класса. И тогда это привлечет и людей, и инвестиции, и деньги. Можете, когда делать не так много, но делать очень качественно. Вернемся сейчас немного назад. Ну, только не к заксобранию, пожалуйста. Нет, не к заксобранию. Ну, как не к заксобранию. Вернемся к торговле алкоголем. Видимо, кто-то из слушателей намотал на ус, что у вас есть какие-то цифры в голове. Поэтому вот вопрос, сколько денег получил в 2014 году бюджет области от торговли алкоголем. Я не знаю, есть ли у вас эта цифра. Нет, в голове нет. Она есть у меня на работе где-то. Ну, статистика просто отдает продажу алкоголя и сколько за акцизы получают. Ну, хотя бы относительно 2013 года. То есть это падение вверх-вниз. Падение, насколько я знаю, что падение произошло. Падение произошло. Абсолютные цифры затрудняюсь сказать. Не готов. Ну, я надеюсь, хотя бы эта информация с слушателем будет доставлена. Да, если будет доставлен электронный адрес, я найду и постараюсь от проекта. Хорошо. А про санкции против Турции. Вы сказали, что вы прям можете с любой стороны повернуть этот вопрос. Нет, нет. Что я не очень... Сейчас достаточно недоступны, будем говорить, большому... Ну, сейчас туда уже дорого ездить, насколько станет дорого. Да, вот я в городе Сочи бываю только в командировке. Изучив уровень цен в городе Сочи, я не могу себе позволить туда ездить, отдыхать. Есть более дешевые регионы не на территории Российской Федерации, которые я могу себе позволить. Сочи для меня это очень дорогой город. Я не могу себе позволить. Ну, что удивительно, вот люди туда ездят. Ну, туда ездят люди, или имеющие достаточно большой кошелек, или привыкшие... Уменьшим, с выездом, возможно. Ну, да, у нас же сейчас большой круг, вид с которым запрещен выезд за границу. Ну, или которые пользуются недостаточно качественным сервисом. Он присутствует в Сочи тоже, да. Ну, за более низкие суммы денег. Потому что даже перелет, который я фишировал, что он дешевый, в Сочи, да, все равно в любом случае получается сейчас уже 20 тысяч. Ну, за эти деньги можно в Гонконг слетать. Просто даже, ну, если сужать и уже с России, вот на Кировскую область, все равно Кировская область достаточно бедный регион. И, то есть, Турция все равно для Кировской области была одним из основных направлений. Нет, для большинства населения это было одним из основных направлений, конечно. Ну, может, Крым со временем станет когда-либо. Но сейчас уровень, насколько я знаю, уровень... Потому что темно. Не, ну, темно это беда, очень плохо, что страдает население. Но и уровень оказываемых услуг и цифры там тоже впечатляет. Поверьте, это не намного дешевле, чем в Сочи. Если хочешь иметь достаточно качественные... Ну, я вот в Крыму прослачивалась еще гривнами, мне это тогда уже не показалось дешевым. Не, ну, в то время, между прочим, Крым еще был относительно дешевый. А когда он перешел в рублевую зону, ну, понятно, что сфера услуг там, имея тем более некий отток туристов, да, она наращивала за счет величины цен. И это не совсем дешевый. Если пользоваться услугами не сектора, а частного сектора, то совсем не дешевый. Вот вы много где бываете, возможно, вы сможете что-то посоветовать? Вот куда сейчас, куда отправляться? Египет нельзя, Турция нельзя. Вроде хочется и съездить, денег сэкономить. Сейчас в премиевом направлении, вот я советую, со мной, я вижу. Ну, в премиевом направлении, если хочется тепло, становится Вьетнам. Это как-то более-менее, ну, доступно по демиангам. Да. Очень вывешено по времени полета получает сейчас курорт Эйлад. Ну, это не очень дешевый отток, конечно. Ну, у нас есть достаточно хорошие, кто-то занимается лыжами, местные курорты, где можно, там, в Казань, в Пермь, и, при этом, там, в Свердловской области есть места, где... Кататься можно. Где можно кататься, а вот где есть тепло и море, ну, это далеко сейчас получается очень для нас всех. Ну, видимо, сейчас придется не два раза в год в отпуске ездить, а подкопить денег и ехать один раз. Раз в десять лет. Я надеюсь, в десять раз в год мы куда-нибудь сможем. Ну, скоро с ценами, которые нам предоставит Аэрофлот, я думаю, что мы будем редко ездить. Под занавес разворота перейдем, наверное, не к такой веселой, вернее, не веселой теме. В минувший четверг скончался экс-депутат областного ЗАГС Собрания Сергей Лузянин. Да, сегодня похоронили. Да, сегодня похоронили уже Сергея Евгеньевича. Возникло много вопросов, и коллеги по центральному рынку, и наблюдательная комиссия назвали смерть подозрительной. Сейчас ее будут проверять. Вот на ваш взгляд, то, что Лузянин не должен был выйти на свободу, это все домыслы или под ними есть какая-то... Ну, у нас с Сергеем Боярдским лично знакомы, у нас бывали с ним достаточно сложные отношения. Он был сложный человек, чего греха таить, но тем не менее. Я рассматриваю все конспирологические версии, на самом деле, но объективной информации мы пока не имеем. Я думаю, что когда будут опубликованы и доступны результаты экспертизы, проведенные, тогда будут по-другому непонятны. Ну, по предварительным данным, причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца, но насколько это понимает... Ну, в Ляске есть у нас у всех с первого года жизни. И вся теория холестерина, которая тоже из той же оперы, очень сложно судить. Да, понятно, что он себя чувствовал, может, и не важно, потому что он голодовки проводил. Но что произошло, действительно, я не знаю. Не уберусь обсуждать. Но ничего хорошего не произошло. На этой грустной ноте мы заканчиваем сегодняшний разворот. В студии была Дарья Тепузлеева и генеральный директор и главный редактор телеканала «Рэнкиров» Юрий Шлемензон. До встречи. Всем до свидания.